Из книги «Сознание говорит. Беседы с Ромешем Балсикаром». Глава шестая. Добродетель. Можно ли назвать жняни добродетельным? Добродетелью можно назвать жизнь мудреца, свободную от мыслей о себе и отличающуюся спонтанным умением решать общественные и практические дела. Лао Цзи так сказал о таком существовании. Высшее добродетель не является намеренной добродетелью, и поэтому это добродетель. Низшее добродетель не позволяет быть недобродетельным, поэтому это недобродетель. Высшее добродетель не использует силу, но ничего не остается не сделанным. Низшее добродетель использует силу, но ничего не достигает. Обычный человек желает быть добродетельным, хочет, чтобы о нем знали, как о добродетельном. Лао Цзи сказал бы, что это не есть добродетель. Естественно, добродетельный человек занят своим делом, и все, что происходит через него, добродетельно, поскольку нет личного намерения, нет ничего личного, чтобы он желал от кого-либо. 1. Естественное существование, мужественная жизнь основана таким образом на внутреннем ощущении, в отличие от искусственной добродетели, основанной на соблюдении определенного свода правил. Такое искусственное исследование правилам обязательно сопровождается страхом и чувством вины. Добродетель и невыставляемая на показ естественность мудреца часто остаются незамеченными из-за своей обыденности. Может быть это из-за того, что своего рода духовная анонимность придает естественную и не бросающуюся в глаза окраску, как у птиц и животных. Еще одна цитата из Лао-Дзи. «Величайшее совершенство кажется несовершенным, но его действие нетленно. Великая полнота кажется пустой, но ее действие неисчерпаемо. Великая прямота кажется кривой. Великая ловкость кажется неуклюжей. Великое красноречие кажется речью заикающегося». Добродетель и непретензионная естественность мудреца не является намеренным самоуничижением. «Это не мазохистское самоистязание, и это не притворное смирение в присутствии чего-то более великого. Часто можно заметить, как один и тот же человек становится воплощением смирения перед теми, кто выше его по рангу, и в то же время со своими подчиненными ведет себя пренебрежительно. Смирение часто является облачением, которое то надевают, то снимают. Что же касается простого спонтанного существования, то смирение является его частью. Именно смиренный человек не станет задавать себе вопрос, должен ли я выглядеть смиренным или нет. Это более напоминает невинную практичность кошки. Мудрец хорошо осознает всю искусственность, которая отличает мир людей. Как возникает эта естественность? Можно ли ее приобрести? Этот вопрос основывается на том же желании, что и желании узнать секрет настоящего профессионала, хорошо знающего дело с помощью какого-либо постепенного метода или через получение словесной информации. Можно ли попросить объяснить, как нужно танцевать, вместо того, чтобы наблюдать и повторять? Зачем людям читать книги для того, чтобы понять совокупление? В мифологии многих культур встречается тема о том, что человек отпал от милости или отделился от природы, и ему пришлось заменить ее технологией. Как сказал Лао Цзи, когда великое Дао было потеряно, возникли идеи гуманности и справедливости. Когда возникли знания и ученость, появился великий обман. Когда семейные отношения перестали быть гармоничными, возникли идеи о хороших родителях и преданных детях. Когда в стране наступил беспорядок и разброд, возникли идеи о лояльных правителях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok